Роберто, матч начался просто блестяще для команды Анджи. Команда забила быстрый гол, могла еще реализовать 2-3 голевых момента. Что случилось потом? Первые 20 минут команда действительно очень здорово играла. Это создавало моменты. Вообще в таких играх, если ты их создаешь, нужно убивать игру и забивать второй, третий гол, чтобы не создавать себе проблемы, потому что есть любое футбольное правило, не забываешь ты, потом там сзади получаешь. Но я думаю, что второй гол был совсем не обязательный, чуть-чуть недостаток внимания. Но, естественно, нужно было решать эту игру раньше. На послематчевой пресс-конференции наставник нашего соперника, армейцев, сам выразил нескрываемое удивление тем, почему футболисты Анджи играли с острыми форвардами ЦСКА, Вагнер, Лаф и Думби, а так слишком неплотно отдавали им открытые зоны, ведь с ними нельзя так играть, они любой момент могут использовать. Так отвечу на этот вопрос. Тренер соперника должен думать, в первую очередь, о своей команде. Может быть, ему не стоит комментировать нашу игру. Поэтому нам нужно поднять голову, двигаться вперед, думать о том, что в следующем году мы до сих пор хотим играть в Европе. А, опять же, что касается слов наставника соперников, я не думаю, что стоит их очень сильно обсуждать, потому что мы свои ошибки знаем, мы разберем их здесь внутри, а ему стоит думать о своей команде. И последний вопрос. Вот забив два гола в концовке матча и сократив счет с 1-5 до 3-5, Анджи избежал первого исторического поражения с крупным счетом на своем поле. Анджи никогда не проигрывал с поражением, со счетом в 3 более мячей дома. И сегодня тоже, слава богу, не проиграл. Как вы думаете, Роберто, это можно считать добрым знаком для будущего нашей команды? В любом случае, никакое поражение не будет принято в нашей команде. И все в любом случае расстроятся, будет разница в 2 или в 5 мячей. Потому что, в первую очередь, мы думаем о наших болельщиках. Мы очень хотим их радовать, потому что на каждую игру они приходят и заполняют стадион. Сейчас нам стоит извиниться перед ними. Я первый хочу перед ними извиниться. И сказать, что сейчас мы должны максимально сконцентрироваться на ближайших двух играх. А потом на 160 статок сезона, потому что мы должны играть в Европе. Мы хотим играть в Европе. И нужно разобраться.